МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все помогли, машину перевернули. Мало чего, газовая служба. Сколько человек там было? Там человек 4 было у них, 3-4. Не пострадали? В принципе, нет, я сказал, нормально. В подушке помогли. Хорошо. По словам очевидцев, хотя неуправляемый УАЗик после удара несколько раз перевернулся, но люди в салоне не получили никаких серьезных травм. Лишь легкие ушибы и царапины. Обращаться за помощью к врачам никто не стал. Вот здесь удар был, вот машина на крючке. Да вон он, в право, впереди его. Да, побеги. Вот все, вот все, машина на крючке, ладно. Как только участники аварии пришли в себя после шока, между водителями начались споры не только по поводу виновника ДТП, но и детали происшествия. Автомобилисты никак не могли прийти к единому мнению о том, кто откуда ехал и где именно произошло столкновение. Как ты мог отсюда? Как ты мог вот отсюда поездить и оказаться в машине здесь? Она никак не может. Вот где удар был, там и был удар. По предварительным данным, служебный УАЗик выезжал со второстепенной дороги. Согласно знаком, водитель должен был уступить, после чего продолжить движение лишь направо. Но очевидцы утверждают, что шофер решил проскочить перед потоком машины, чтобы в дальнейшем вообще повернуть налево. Но уже около трамвайных путей его протаранил Опель. Если водитель УАЗик и дальше будет настаивать на своей невиновности, обоим автомобилистам в поисках правды, скорее всего, придется встретиться в суде. Пьяного водителя задержали инспектора ГАИ сегодня ночью в районе поселка Старое Победилово. Автомобиль петлял из стороны в сторону и едва не выезжал прямо в лоб встречным машинам. Оказалось, водитель уже попадал в поле зрения полицейских за подобные нарушения. Полицейским водитель честно признался, что сначала крепко выпил, после чего поехал на работу к своей жене и обещал встретить ее после ночной смены. На кузове лады со всех сторон оказались многочисленные вмятины и царапины. Возможно, по дороге мужчина попадал в небольшие аварии, но всякий раз уезжал с места происшествия. Куда потащить ее? А? Куда? На штрафстоянку? Понятно. Куда? Идем. Хотя изрядно потрепал свою старенькую десятку, но все же машиной он дорожил больше, чем своими правами. С тем, что лишится водительского удостоверения, человек смирился. Для него было гораздо важнее поскорее забрать обратно свой транспорт со штрафстоянки. Ответ свидетельствия оказались вы? Нет. Нет? Сколько показало? Ну, все здесь, все. По словам инспекторов, мужчина уже был лишен прав, но под суровую статью со штрафом в несколько сотен тысяч рублей за повторную пьянку за рулем он не попадет. Ведь после того, как восстановил удостоверение, прошло больше года. Так что суд, скорее всего, обяжет выплатить тысяч 30 рублей в пользу государства и снова сдать свои права полицейским на пару лет. Сегодня Верховный суд Республики рассмотрел апелляционную жалобу по делу о страшной аварии в Лаишевском районе. 28 июня 2014 года 20-летний Эльсур Хайрулин, находясь за рулем Опеля, не справился с управлением и совершил аварию, в которой погибли два человека. Сам виновник с места происшествия скрылся. В мае этого года Лаишевский районный суд приговорил Хайрулина к пяти годам колонии-поселения. Однако родные погибших и сам подсудимый остались недовольны приговором и обжаловали его в Верховном суде. На протяжении всего следствия, нескольких заседаний суда и оглашения приговора, Эльсур Хайрулин стоял на своем. В ту ночь меня за рулем машины не было, все собранные доказательства просто роковая ошибка. Подсудимый упорно пытался свалить вину на своего друга детства, который также находился в машине и погиб в аварии. Тот факт, что Александр Коровин вообще не умеет водить машину, обвиняемого не смущал. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении. Судом первой инстанции не были приняты во внимание доказанные факты алкогольного опьянения нашего фигуранта, не было принято во внимание отсутствие права вождения автомобилем в данной ситуации. Зато Лаишинским судом принята во внимание положительная характеристика на члена организованной преступной группы Харулина Эльсора и тот факт, что до этого момента он еще людей не убивал. Обжаловать вынесенный приговор тогда решили обе стороны. Для кого-то он казался слишком мягким, для кого-то несправедливо суровым. Сегодня стороны встретились уже в Верховном суде республики. Мы хотим, чтобы его наказали по справедливости, а не так, как он там в пионерском лагере будет засиживаться, чтобы он понес наказание по всем своим отрастуткам, тоже так же пострадал бы немного, как и страдали наши дети. Адвокат Эльсора Хайрулина от каких-либо комментариев отказался категорически. Известно, что он, как и его подопечный, настаивают на оправдательном вердикте. Суд апелляционной инстанции постановил постановление Лаевского района суда республики Татарстана 9 июня 2015 года об оставлении без рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания адвоката Степанова отменить. Уголовное дело в отношении Хайрулина Эльсора Гаптуловича направит Лаевский район суд для республики Татарстана для выполнения требований ст. 259.260 Уголовного профессионального года с Российской Федерацией. Для установления видеосвязи с изолятором, где находится Эльсор Хайрулин, ушло больше часа. На принятие решения судье потребовалось всего несколько минут. В результате дело отправлено на исходную в Лаишевский суд. Для рассмотрения более детально, так сказать, по существу. С принятым решением оказались согласны обе стороны. По выполнению Лаишевским судом требований, изложенных в постановлении, дело вновь вернется в Верховный суд для повторного рассмотрения. А значит, точка в этом деле еще не поставлена. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. В последнее время на улицах города снова появились инспекторы ГАИ на мотоциклах. Их задача состоит в том, чтобы отлавливать байкеров, которые нарушают правила дорожного движения. С появлением спецгруппы многие нерадивые мотоциклисты, как правило, уже не устраивают гонки с полицейскими. Потому что уйти от преследования в этом случае гораздо сложнее или вообще невозможно, если нарушители передвигаются на скутерах. Так, сегодня за ночь инспекторы на байках задержали двух водителей мопедов. Мужчина на скутере был крайне недоволен появлением съемочной группы. Ведь настроение его и так было испорчено полицейскими. Водитель, вероятно, считал себя первоклассным байкером и был уверен, что на мопеде сможет оторваться от патрульных мотоциклов. Но быстро понял, что за счет скорости не уйти. Поэтому решил устроить мотокросс по дворам. Но погоня все равно длилась недолго. У вас права есть? Не важно. Я сказал, не важно. Я не буду отвечать на ваши вопросы. Ни прав, ни документов на скутер у мужчины не оказалось. Двухколесный транспорт увезли на штрафстоянку. А самого гонщика ждет крупный штраф. Пока другие инспекторы оформляли протоколы, полицейские на мотоциклах также после непродолжительного преследования задержали еще одного любителя погонять на скутере без прав и документов. У вас права есть? Нет, нет прав. Категории нет или вообще прав? Вообще прав нет. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Да, да, да. Даже не знал вообще закона. А документы на скутер у вас есть? Нет, я же говорю, это не мой скутер вообще. Звони своему другу, чтобы тот привез инспектором ГАИ документы на мопед, водитель не стал. Полицейские говорят, скорее всего, этих документов вообще нет. Молодые люди частенько покупают такой транспорт сомнительного происхождения, не требуя от продавцов никаких бумаг. Потому что подобные скутеры стоят гораздо дешевле. В итоге ездят на таком нелегальном транспорте до первого полицейского. А дальше дорога в один конец. Штрафстоянка. Откуда свои мопеды владельцы практически никогда не забирают. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Я желаю вам всего самого доброго, а эфир продолжит тема. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте и добрый вечер. Итак, завтра в Казани будут отмечать Сабанту. И празднование обещает стать особо масштабным. И какие сюрпризы ждут всех нас об этом, мы говорим прямо сейчас.